Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» постараемся вместе с вами ответить на пришедший вопрос, как верующему человеку благоразумно реагировать на информацию о каких-то эпатажных, а порой совершенно кощунственных поступках тех или иных людей. Вопрос очень тоже важный, и предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, некоторые размышления на эту тему. Во-первых, сами по себе поступки могут быть очень разные, но протест или реакция верующего человека все равно принципиально отличается от протестов или каких бы то ни было действий, поступков неверующих людей. В чем отличается? Что верующие люди живут в промысле Божьей. Верующие люди, я подчеркиваю это, всегда понимают, что Господь управляет в этом мире, и если в этом мире что-то происходит, оно происходит или по воле Божией, или по попущению Божию, а попущение предполагает то, что Господь позволяет человеческой свободной воле проявиться в той или иной ситуации. Приведу вам пример, который был несколько лет назад, когда у нас в России был создан такой откровенно исторически недостоверный и даже кощунственный фильм «Матильда», где роль последнего российского императора, прославленного в лике святых, святого царя-мученика Николая, была представлена в очень-очень неприглядном, мягко говоря, виде, естественно, кинематограф имеет такую возможность, когда тот или иной режиссер может свои фантазии, свое представление, свое видение жизни, а, простите, может быть, за горькие слова, даже, может быть, свою внутреннюю нечистоту проецировать на того или иного исторического персонажа и как бы на съемочной площадке, так сказать, воплотить свои фантазии, свой внутренний мир и персонифицировать, что это сделал, сделал, так поступил, или, так сказать, тот или иной исторический персонаж. И легко можно сослаться, вот там какие-то документы, какие-то архивные данные или там никому неизвестные, только мне открытые и так далее, и так далее. И, как вы помните, может быть, дорогие друзья, был широкий общественный резонанс, но некоторые, некоторые открыто, некоторые даже православные верующие люди открыто выступили против этого фильма и выступили, как мне кажется, совершенно правильно, а некоторые просто его проигнорировали. Один приходской священник поступил следующим образом. Он как бы свой протест, он тоже очень любит историю и очень почитает святого царя-мученика Николая. И, интересовавшись этим историческим периодом, насколько это было возможно, он пошел следующим путем. Он договорился с директором ближайшей общеобразовательной школы и со старшеклассниками встретились, и провели интересные уроки. Именно 10-й, 11-й классы, когда уже школьники, ну, более-менее уже такие мыслящие, это уже не среднее звено, когда там ребятам надо обязательно чем-то заинтересовать и держать их во внимании, а уже с более-менее мыслящими. Старшие классы — это уже школьники, у которых уже у кого-то сложилось свое представление, так или иначе, так сказать, о том и ином исторической личности. И провели интересный урок о личности святого царя Николая. Показали интересные фильмы с телеканала «Культура», именно где показана его историческая роль в жизни нашего государства. И очень интересная была взаимно полезная беседа. И вот, как мне кажется, вот такой способ противовоздействовать злу тоже имеет место быть, и это тоже правильно, потому что, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на очень интересную закономерность. Дьявол любит действовать так, чтобы как можно больше людей вольно или невольно вовлечь в какой-то страстный, бурлящий, кипящий страстями процесс. Приведу вам пример. Например, в городе Москве может проходить какая-либо выставка, как сейчас принято говорить, и говорить очень модно, современного искусства. Эту выставку в лучшем случае они узнают, может быть, 0,0% проживающих в Москве людей. И на эту выставку пойдут, может быть, еще меньше людей, ну, совершенно не знавших, куда себя деть, от безделья. Как этой выставке сделать хорошую рекламу? И вот на этой выставке якобы современного, ну, я бы, может быть, держал сказать в кавычках, современного искусства, какое-нибудь, какое-то, что-нибудь такое, откровенно кощунственное, бездравственное, что-то за пределами вообще здравого смысла, что-то там изобразят. И средства, доблестные средства массовой информации создают хорошую, скажем так, рекламу этого события. Сразу находится несколько человек, которые начинают очень активно этому, допустим, этому объекту на этой выставке противостоять и косвенно, сами того не желая. Понимаете, дорогие друзья? Люди, может быть, искренне думают, что они этому противостоят. Они создают этой, в общем-то, маргинальной этой выставке, да, или какому-то событию, которое осталось бы вне поля зрения множества людей. Сейчас люди настолько заняты своими проблемами, что посещать какие-то вообще периферийные явления, это непонятно, едва ли кто-то пойдет, учитывая, что сейчас есть интернет, и можно все посмотреть дома. Но своими, может быть, не совсем благоразумными действиями можно какому-то нечестивому, кощунственному действию создать лишнюю огласку, привлечь к ней интерес, и события, например, греховные, кощунственные, оно становится предметом общественного мнения, ну, в лучшем случае, на две, на три, на четыре недели, может быть, даже на месяц. И те люди, которые не совсем благоразумно так поступали, они, сами этого не желая, создали огласку и интерес к кощунственному действу. Святитель Игнатий Бринчанинов, хочется обратить ваше внимание, вот он, в частности, в четвертом томе своих творений, обращает внимание на такое, как бы, святоотическое наблюдение, что враг нашего спасения – дьявол, я сейчас своими словами воспроизведу его слова, он старается вовлечь как можно больше людей, даже без внутреннего сочувствия, даже без внутреннего сосложения, без желания сделать их соучастниками какого-то чисто дьявольского действия, какой-то провокации. Как это происходит, дорогие друзья? Например, вы узнаете, что где-то там какая-то выставка, или какое-то выступление, или какой-нибудь деятель шоу-бизнеса, какую-то кощунственную песню, спел, и какие-то действия сделал совершенно за гранью здравого смысла, порядочности, за гранью вообще уважения к культуре народа, где он проживает. И, может быть, даже поклонников того или иного, так сказать, там, певца или деятеля культуры, у него, может быть, не так уж много поклонников. Много или мало – это отдельный разговор. Даже среди его или ее поклонников далеко не все, может быть, смогут присутствовать, чтобы лично соучаствовать, лицезреть, то или иное шоу, где есть элементы кощунства, там, надругательства над святыней, над христианской моралью, вообще над человеческим достоинством и так далее. Не все могут там присутствовать. Но дьяволу, вот как говорит святитель Игнатий Бричнин, хочется вовлечь как можно больше людей в стихию вот этого кипения страстей. Чтобы как можно больше людей стали, может быть, даже не воинами, соучастниками это. И, используя доблестные средства массовой информации, где, допустим, отрывок, какой-то фрагмент из кощунственного выступления выкладывается в интернете и анонсируется, вот там-то произошло то-то, то-то, такой-то человек поступил так-то и так-то. И поверьте, дорогие друзья, не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что миллионы людей, миллионы, даже не выходя из дома, движимый может быть кто-то любопытством, кто-то может быть благородным желанием, дай-ка я посмотрю этот фрагмент, чтобы у меня сложилось свое личное мнение об этом поступке. Кто-то может быть движимый действительно негодованием, но все-таки посмотрит. И получается, что испачкают вот этой безнравственной грязью каким-то кощунственным действием, испачкают свое зрение, свою душу косвенно огромное число людей. И поступок человека может быть безнравственного, может быть духовно поврежденного, человека, который в Бога, может быть, не верует, не задумывается ни об ответственности перед Богом, ни об ответственности перед окружающими. Его поступок сразу становится предметом общественной жизни. Он становится в центре внимания. Тем самым подпитывается страсть тщеславия, которая, ну это же не секрет ни для кого, дорогие друзья, что гордыня тщеславия одни из самых главных и самых пагубных страстей, которые губят человеческую душу. Здесь подпитывается очередной раз тщеславие человека, что к нему привлечено внимание хоть положительное, хоть отрицательное, но главное, он в центре внимания. Он в центре, он или она в центре общественной жизни за их поступки. И вот нередко задают вопрос пастырем церкви, сто процентов, священникам многим задают вопрос, вот как поступать так или иначе, как реагировать здесь или не здесь. Вспомните, дорогие друзья, тоже несколько лет назад было событие, когда двое известных людей приехали венчаться на катафалке. И многих священников спрашивают, как к этому относиться, что вы об этом скажете? А зачем, дорогие друзья? Обязательно служитель церкви должен как-то к этому относиться. А зачем давать оценку явлению, которое недостойно какой бы то или иного отсылки и даже более того, даже недостойно серьезного внимания? Какой-нибудь бездумный, просто эпатажный поступок тех или иных людей, движимых тщеславием. А зачем давать этому оценку? Что у Святой Церкви и у ее служителей на земле нет других, более важных, более важных, более спасительных задач, чем давать оценку совершенно бездумным, опрометчивым, может быть, даже и хорошо продуманным, но кощунственным или глупым поступком. Зачем этому давать оценку? Зачем вообще этим интересоваться? И вот обращаю ваше особое внимание. Что-то мы узнаем, что где-то что-то произошло и обязательно в интернете анонсированы, допустим, короткие видеофрагменты этого. Если вы верующий человек, вот простой вам совет. Дорогие друзья, принять или не принять совет, это личное дело каждого из вас. Каждый сам решает. Но лучше всего не соучаствовать в лицезрении, допустим, того или иного кощунственного, безнравственного, аморального или просто глупого поступка. Не будьте соучастником даже дистанционно. Не смотрите это. Хотя бы этим остерегите свою душу, возвращаясь к словам святителя Игнатия Бринчанинова, что враг хочет всех как можно больше людей вовлечь в процесс вот этого кипения страстей, чтобы всех как можно больше испачкать. Не позволяйте свою душу испачкать. Сами не смотрите этого. Суждение вы можете и так иметь о том или ином поступке, если вы знаете, как надо жить по заповедям, как надо жить по-евангельски, как надо жить по-христиански, то в общих чертах любой здравомыслящий верующий человек, а я хочу особенно подчеркнуть, что это собственно слова синонимы, верующий человек это здравомыслящий человек и здравомыслящий человек верующий человек. Он и так может иметь представление о том или ином поступке, который ведет в другую сторону от того пути, по которому нас призывает Господь своими заповедями. Поэтому вам не обязательно что-то обязательно увидеть, посмотреть, чтобы у вас сложилось свое мнение. У вас мнение должно быть такое, как у Святой Церкви. И вот преподобный Паисий Святогорец очень мудро хочется даже зачитать вам такие друзья от одной из его наблюдений. Его спрашивали однажды, как нам поступать с рассуждением, если мы видим те или иные безнравственные или кощунственные поступки. преподобный Паисий говорил, «Мы, духовные люди, часто ведем себя так, словно нет Бога. Мы не даем Ему действовать, а Бог свое дело знает. Я имею в виду, что мы хотим действовать по-мирски тогда, когда есть духовные средства для того, чтобы улаживать сложности по-духовному. Когда я был на горе Синай, преподобный Паисий в 50-х годах проживал на святой горе Синай в келье святой мученицы Епистемии. И вот, вспоминая о годах, проведенных там, преподобный Паисий пишет, «Каждую пятницу приходил в монастырь один хаджа, заходил внутрь, поднимался на минаре от мечети, которая там была, и начинал вопиять. Какой же был у него голосище, даже наверх доносилось до пещеры святой Епистемии». Если кто из вас не в курсе, в общих чертах напомню, что монастырь святой Екатерины, там, внутри этой обители, есть небольшая мечеть и минаре. И вот приходил хаджа, и таким образом немножечко провоцировал людей своим громким криком. Потом монастырь нашел выход, выход в кавычках. По пятницам, когда прихожил хаджа, двери монастыря стали закрываться, чтобы он не мог войти. Хаджа пришел в великую ярость и говорит, что я доберусь до правительства, как это они перед моим носом закрывают дверь? Преподобный поисей говорит, я говорю им, ее закрывают для того, чтобы верблюды не входили. Не думаю, что закрывают, чтобы ты не мог войти. Я сказал братьям монастыря, давайте отслужим бдение преподобным Синайским отцам и святой великомученице Екатерине и оставим слово за Богом. Пойду я наверх и буду молиться. Некоторым братьям я тоже сказал, чтобы они молились и получил таки хаджа свое. Собрался, уехал и исчез. А если бы дверь продолжали закрывать, то правительство все равно бы выяснило, что якобы хаджу притесняют и начались бы скандалы. хаджа бы говорил, что дверь закрывают потому, что он приходит каждую пятницу и навредил бы монастырю. И еще другой был случай, когда один богатый человек увидел Синайскую гору и захотел построить себе дачу на вершине святой Екатерины. Это известная священная вершина, на которой находится небольшой храм в честь святой великомученицы Екатерины, известная всему православному миру. И все, кто сподобился паломничать в это место, они знают, гора Хариф, на которой пророку Моисею Господь даровал десять заповедей, а рядом вершина святой Екатерины. И как бы неуместность такого желания построить себе дачу на вершине этой горы, она как бы всем очевидна. И, как преподобный Паисий пишет, здесь через некоторое время человек чем-то заболел и скончался. И не так давно кто-то также хотел что-то там устроить, и он тоже умер. Поэтому лучше не полагаться единственно на наши собственные человеческие старания, но молиться и давать действовать Богу. Поэтому, как бы отвечая на ваш вопрос, что хочется сказать, дорогие друзья, лучше всегда в первую очередь молиться и давать действовать Богу. А если мы узнаем о каких-то безнравственных, просто глупых, провокационных, а что тоже очень нередко бывает среди деятелей шоу-бизнеса, где, ну, что греха таить, там кипение страстей, в первую очередь, страсти тщеславия и гордыни, если происходят какие-то действия, в первую очередь, надо понимать, что это естественно для этой среды людей, люди, которые живут по своим страстям, которые все, что угодно готовы сделать, чтобы вновь и вновь обратить на себя внимание. За таких людей можно только воздохнуть с сердечной болью и помолиться, ибо они не ведают, что творят. Не ведают, что творят. Может ли тот или иной человек по-настоящему, да, ну, я даю себе отчет, может быть, слова мои не всем понравятся, так что простите меня заранее, дорогие друзья, тот или иной поступок, может ли быть он надругательством над святыней? Над святыней надругаться в прямом смысле слова невозможно. Можно надругаться над самим собой. Если человек неблагодарен Богу, сам над собой надругается, попирая заповеди Божьи, совершая какие-то безумные поступки, этот человек над самим собой надругается. Такого человека только жаль. лучшая, наверное, реакция была бы, в первую очередь, как уже было сказано выше слова святителя Игнатия Бринчанина, и он бы привел, не соучаствовать в лицезрении этого кощунственного, бездрастного, глупого поступка, не смотреть об этом, и просто с душевной болью помолиться о вразумлении того, того или той, кто так поступает. Вот так, мне кажется, было бы благоразумней поступать верующим людям. Помолитесь и дайте место Богу действовать. Бог свое дело знает, как говорил преподобный Паисий. Молитесь Богу и сами старайтесь жить по заповедям. А Бог свое дело знает. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok